В рамках 5-го Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Детская школа искусств-2016. Образование, управление, развитие». На три дня в Санкт-Петербург съехалось более 300 участников со всех концов России – от Дзербента до Архангельска, от Калининграда до Камчатки. Конференцию поддержали сразу несколько ведомств – Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методический центр по развитию искусства Санкт-Петербурга, Институт развития образования в сфере культуры и искусства города Москва, Министерство культуры. В конференции приняли участие специалисты органов управления культурой регионов, министерские работники, руководители медитических служб, представители школ искусств, а также художественных и музыкальных. Одним из организаторов мероприятия стала Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Михаила Ивановича Глинки. По словам директора Аллы Владленовны Никитиной, такие конференции просто необходимы, так как сейчас, в динамично развивающееся время, все быстро меняется – нормативы, подходы и условия. Почему велик интерес к такой конференции? Потому что мы занимаемся, наверное, самым важным, без чего не бывает культура – без детского художественного образования, ведь все с него начинается и всем, и может закончиться. Да, ведь музеи, библиотеки, театры – они ориентированы на просвещенного слушателя, зрителя. И вот такого слушателя-зрителя формирует замечательная система, замечательные школы, которых в стране сегодня порядка пяти тысяч. Интерес огромный, все понимают ответственность того, что они делают, и, конечно, сложность. На конференции обсуждались очень важные проблемы и вопросы – тенденции объединения детских школ искусств и детских музыкальных школ с общеобразовательными школами, слияние профильных школ, а также текучка из регионов потенциальных кадров в большие города из-за отсутствия финансовой поддержки. Конечно, на конференции поделятся опытом разные школы о своих достижениях, расскажут, чем они занимаются и в каких направлениях у них есть успехи. И в первый день конференции мы уже заслушали многие доклады, в которых увидели, что проблемы, в общем-то, у школ одинаковые. И в программном обеспечении, и в развитии школы, и в кадровом составе. В принципе, у всех школ одинаковые проблемы. И было очень приятно увидеть, что и уровень детских школ искусств, независимо от региона, независимо от города, в какой части страны она располагается, все школы имеют очень хороший профессиональный уровень. Препятствием к решению стратегической задачи сохранения классических основ музыкального образования становится непреодоленная до сих пор тенденция уменьшения количества учащихся, обучающихся по программам академического направления в области музыкального искусства. По-прежнему острая остается и проблема кадрового обеспечения отрасли, особенно в условиях ужесточения требований к профильному образованию и квалификации педагогических работников. Требует особого решения и проблема материально-технического обеспечения учебного процесса. Реализация дополнительных образовательных программ в области искусства сопряжена с особым оснащением образовательного процесса, необходимостью его обеспечения специальным инструментарием и оборудованием. Также необходимо решать вопросы социального и финансового положения преподавателей культуры. Эта проблема очень остро стоит, особенно в регионах. Наша основная, конечно, задача и мое присутствие здесь связано с тем, чтобы улучшить социальное положение работников наших школ искусств. Самое главное сегодня, ведь присутствуют все регионы. И на всех круглых столах я постараюсь принять участие по максимуму. Я услышу те проблемы, которые мешают сегодня нашим преподавателям. Для того, чтобы вырастить ученика, дать ему путевку в жизнь, сделать творческим, маленького, потом отцу его из него вырастить, нужно, чтобы наши преподаватели чувствовали себя защищенными. Это что, заработная плата, конечно, прежде всего. Не случайно конференция проходила на территории школы искусств имени Глинки. Именно это учреждение считается одним из лучших в России. Школа не только поддерживает дружеские отношения с петербургскими вузами и СУЗами, но и активно участвует в творческой жизни города. Организует фестивали, мастер-классы и конкурсы. Алла Владленовна также отметила, что благодаря конференции появилась еще одна перспектива не только для дальнейшего развития, но и возможность поддерживать другие школы искусств. На нашу конференцию приехали музыкальные школы, школы искусств, которые носят имя Михаила Ивановича Глинки. И нам бы очень хотелось обсудить вопросы и сделать содружество школ искусств, носящих имя Глинки. На конференции мы уже познакомились с этими школами, увидели, что эти школы похожи. И, наверное, имя Глинки объединяет эти школы в своей направленности. Мы хотим выработать план работы и заключить договор о сотрудничестве. Мы сможем общаться со школами искусств, поддерживать какие-то общественные мероприятия, проводить вместе мероприятия, развивать методическую базу. И вот мы уже первым мероприятием, которое мы наметили, это будет поездка в музыкальную школу города Смоленска. Конференция стала знаковым событием для ее участников. Диалог единомышленников, обмен конструктивным опытом, установление новых профессиональных контактов, возникновение новых идей творческих импульсов будут способствовать дальнейшему развитию детского художественного творчества в условиях деятельности детских школ искусств. Субтитры создавал DimaTorzok